Друзья, всем большой привет! Сегодня хочу поднять интересную тему. Думаю, для тех, кто еще не приобрел, либо кто планирует приобретать себе оборудование, то есть оптоволоконные маркеры, это вот машина, которая занимается маркировкой и гравировкой металла и неметаллов. И здесь я хочу сейчас поднять тему именно не то, чтобы было сейчас сказано какие-то гравировки, условия, параметры и все остальное. Не, ребят, сегодня будем тему поднимать ресурсности оборудования, частые ошибки, заблуждения, те, кто начинает маркировать, гравировать, связаны именно с ресурсностью машин. То есть с чем это связано? С тем, что большинство новичков, да в принципе и среднеопытных людей, всегда подходят к станкам таким, скажем так, проопытом, что впишется в документации 100 тысяч часов наработки, соответственно, эта машина неубиваемая до 100 тысяч часов и она будет работать и приносить мне миллионы и миллионы рублей. Вот, и тем самым я буду зарабатывать бесконечно много и буду бесконечно счастлив. Не, ребят, на самом деле нет, сейчас затрону больную тему, это поломки оборудования, причины, возможности поломки оборудования, человеческие факторы, ну и много-много другое. Решил привести на примере вот этого станочка. Станочек у меня был на экспериментах, то есть я на нем накатал порядка 20-30 часов всего лишь, там за полгода, у меня, по-моему, с марта месяца находится данный станок. То есть намотал я на нем немного, то есть, ну, грубо говоря, берем там, ну, не знаю, там 10-15 минут в день я на нем катал. Вот, сейчас стоит задача сделать такие вот жетончики прикольные, то есть делаем жетончики для Академии военной, вот уже когда часть готова их, лежит здесь. Почему выбор пал, то есть, тоже сейчас уже отгравировано, почему именно пал выбор на именно него, почему пал выбор не на него, слишком много мелких деталей, то есть это раз. Второй момент, по поводу станочка вот именно этого, мощность сейчас используется 70%, источник нагревается у него прилично, и он постоянно запускается в охлаждение. Вот, это раз. Так вот, по поводу теперь ошибок и ресурсности станков. Какая же может быть все-таки ресурсная часть у оборудования при гравировке? Я бы рассматривал бы сразу вариант от рукожопости, можно достичь ресурс станка 5 часов максимум. Рукожопость это раз, и много влияющих факторов сторонних два. Обратите внимание, сейчас там вот, кто заметил, может ли обратить внимание, 67% влажности, это очень много на самом деле, для оборудования тоже до хрена. Я понимаю, что он может работать до 80% влажности, но все равно в помещении влажновато. Причина потому, что здесь работает вытяжка и приточка. Приточка тащит воздух с улицы. Температура в помещении 26,6. Ну, в принципе, хороший показатель по параметрам вообще среды, но все же это не самый лучший, не самый идеальный вариант для работы станка. То есть первое, начнем с того, что не часто все люди соблюдают температурные режимы по оборудованию. В документации пишется, ну, по крайней мере, на станке GPT, что вот серия идет LP, что серия MOPA. Оказываются параметры именно такие, что работа от 10 до 35 градусов, влажность там от 0 до 80%. На самом деле, работать при 10 градусах я не рекомендую. Это точка росы уже 100%, потому что роса выпадает, по-моему, в 14 градусах. И не рекомендуется в этих температурных режимах работать. 35 градусов это тоже критичная температура для станка, поэтому я рекомендую использовать 30 градусов. Ну и, соответственно, по влажности, как для человека желательно достигать результата от 30 до 60% влажности. То есть, ну, было бы неплохо на самом деле. При запуске здесь кондиционера, естественно, здесь влажность в районе 45% это хороший показатель. Ну и температура здесь в районе 24 градусов в помещении. Естественно, когда мы запускаем на длительное время вытяжку, то мы достигаем вот таких вот хреновых результатов именно уличной температуры. Теперь касаемо поломки. Что может привести? Скажу сразу, как есть, по неопытности, по моей глупости, вот этот станок уходил в блокировку уже, наверное, раз 6 или 7. То есть, это была критичная ситуация для него. И причины блокировки были по глупости в том, что я техническую документацию на него почитал, запомнил и забыл. Забыл. И вот здесь вот краски Q-Pulse. У него максимально допустимый это 355 нс. То есть, можно выставлять до 355. Максимально используемый 250 нс. И я именно ставил при 20 кГц 250 нс, чтобы было неправильно. И из-за этих режимов именно этот станок блокировался, глючил, что он только не делал, уже раза 3 или 4. Потом я все-таки поднял документацию. Спасибо отдельно Чехии. Паренек мне подсказал, говорит, типа, не занимайся хуйней, почитай заново документацию. Я заново почитал. И да, действительно, по таблице именно здесь можно использовать при 20 кГц 200 нс кипульс. Опять же, при достижении частоты 18 кГц и снижении мощности до 70%, можно ставить 350 нс, но лучше этого не делать. Потому что мы станок очень сильно в этот момент изнашиваем. То есть, это не рекомендуется делать так же, прописано все в тех документациях. Это первый был косяк по этому станку. То есть, почему у меня он уходил, ну, скажем так, в аут в полный, не знаю. Можно его, в принципе, было испортить тем самым, работая в таких режимах. Это первый фактор. Второй фактор, который я, в принципе, ну, более или менее следил на этом станке. Опять же, методом затыков, скажем так, именно этого оборудования. Блок питания идет обычный, классический, импульсный, как на ноутбуках, мощностью 200 ватт. Я его подключал напрямую к стабилизатору, который у меня идет, инверторный штиль. И вот здесь, скорее всего, в этом был косяк. Станок просто блокировался. Видно, что у него сейчас не работает трассирующий луч F1. При нажатии F1 он будет срабатывать. Но прикол был весь в том, что станок блокировался. Горел трассированный луч в одну точку. И у данного станка при запуске срабатывают вентиляторы. То есть, ну, тестово на 100% они продуваются. И вот такая ситуация срабатывает у него трассированный луч. И работает вентилятор не останавливаясь. То есть, он почему-то был в ауте. Вполне в чем это было связано, не скажу. Ну, то есть, вот такая вот ситуация. То есть, это факт. Как выводил из этого состояния? Ну, просто переключил его в сеть. И, блядь, по-моему, там с 20-го запуска или с 30-го запуска, там через 4-5 часов дрюканья с ним, он все-таки запустился. То есть, кнопочек reset здесь нету никаких. То есть, сброс какой-то произвести на нем невозможно. Вот. То есть, сейчас я работаю напрямую от сети, не заморачиваясь. В принципе, работает все хорошо, без проблем. Пока нет затыков. Следующий этап. Работа, опять же, на этом же станке при данных показателях. Я уверен, что, в принципе, отработает он неплохо. Вопрос только лишь длительности отработки. Хрен его знает, сколько это часов потребуется. Сегодня мы работаем уже где-то с 10.30. То есть, сейчас время 17.28. Ну, приблизительно, пускай берем даже грубо, в самых хреновых раскладах, 6 часов непрерывной работы у данного станка. Вот. В принципе, все отрабатывает хорошо. Вентиляторы сейчас до сих пор работают в режиме, там, не знаю, light каком-то, там, еле-еле там шебруша. То есть, вот воздух здесь гонится. То есть, чувствуется, что поток воздуха идет. По нагреву корпуса был нагрев где-то в районе 40 градусов приблизительно. То есть, ну, горячее, чем рука, тело. Я скажу так, горячая вода, которая у нас в туши идет, до которой мы купаемся. Вот. И, в принципе, норм. Я уверен, что если правильно его использовать в режиме, он отработает, ну, порядка, там, скажем, там, от 3 до 10 тысяч часов наработки, прежде чем он выйдет из строя. Но, если будем использовать, опять же, все равномерно, планомерно. Есть, опять же, небольшой косяк в том, что у него нету кнопок включения, выключения. То есть, станок включается сразу, как мы подключаем его к сети. То есть, подключили блок питания к сети, станок сразу запустился и работает. То есть, он не выключается и в таком режиме отрабатывает. Опять же, из минусов у него плата управления лицензия. И сейчас тут скажут, что, типа, это очень хорошо, это супер. И программка тоже идет лицензия. И так же, как у всех остальных, и у серых, и у белых плат, у нее так же вылетает тема по оперативной памяти. Если мы сейчас запущим диспетчера задачи, я его здесь неспроста запустил. Вот. Видно, что ESK32 1.4 Гига. Как только достигнет 1.9 Гига, она станет колом, эта программулька, и будет пищать во все, что не хватает оперативной памяти. Связано с тем, что плата управления используется ESK2.0, 32-битная система. То есть, при достижении 1.8-1.9 Гигабайта, она уходит в коматоз. То есть, это факт. Это неизбежно. Из-за чего это происходит? Но все просто и банально, потому что у нас здесь есть заливка определенных макетов с плотностью в 0,004 мм. И эти показатели, они очень сильно грузят оперативную память, потому что оно, то же самое движение этих вот макетов по рабочим столам, то есть, когда я копировал, клонировал, тоже занимает оперативную память. Если сейчас я сделаю смещение всех трех макетов вверх-вниз, то оперативная память забьется и все. Придется заново перезапускать полностью программу, потому что ничего не даст нам сделать. Этот фактор тоже надо учитывать. Поэтому, сразу скажу, что при покупке станка вы должны понимать четко, любыми вашими неправильными действиями вы можете его довести до состояния полного аута. Опять же, смотрите, сейчас такая ситуация. Запущу, допустим, данный станок при работе в 70%, и будет какой-нибудь скачок в сети на блоке питания, также будет скачок, и будет скачок для станка. Выдержит он или не выдержит, хрен его знает. Вот, ничего не скажу. И насколько он долго прослужит, тоже, например, зависит от скачков именно в сети, потому что он сейчас питается у нас без стабилизатора. То есть, этот фактор надо обязательно всегда учитывать. Вот, это касаемо частой ошибки людей, потому что люди покупают станки, они думают, что они мега-супер-умные, и они считают, что они на них смогут работать мега-долго. Именно, скорее всего, поэтому я не даю гарантию на оборудование, которое мы продаем, собираем, продаем, потому что станками пользуются люди без опыта квалификации, и есть мне явно еще примеры интересные, очень интересные примеры. Допустим, вот сейчас мы рассмотрим именно то, что мы обычно собираем у такого типа в станочке. Прикол здесь в том, что есть у нас договора, ну, допустим, там, Евгения берем, там, человечка, на 30-ти ватном станке человек работает, куплен был год назад станок, человек использует одни и те же режимы определенные, то есть, он не лезет ни вверх, ни вниз, то есть, он его, да, насилует на 90% в станочек, но при всем при этом у человека станок работает стабильно в одних и тех же режимах, с использованием стабилизатора, с использованием, там, всяких разных, там, других параметров, но все в пределах технических нормативов, то есть, человек не лезет какими-то экспериментами, не делает какие-то ошибочные, там, движения на станках, то есть, он не захерачивает, там, частоты вверх, не захерачивает их, там, вниз, допустим, нет такого, что там ставят 120% мощности, либо что-нибудь в этом роде, и, в принципе, отрабатывает на своем станке довольно-таки неплохо, при этом получая прибыль. Один из примеров, то есть, скажем так, удачной работы, когда человек спокойно работает и, в принципе, не делает ничего лишнего. Я понимаю, что хочется купить станок и, как на кроссовом мотоцикле, поехать, не знаю, путешествовать, блядь, по миру, кататься по лесу, по грязи, по болотам и все остальное, но тут же должны понимать четко одну вещь, если вы на своем кроссовом мотоцикле заезжаете, в речку, в озеро и ловите гидроклин, вот, то, соответственно, приходится разбирать полностью мотор, ну, в лучшем случае, если там все целое будет, если не целое, то, соответственно, придется делать замену. Та же самая ситуация, допустим, с данным станочком, то есть, данное оборудование поставил я здесь неспроста, видно, что у него был поврежден кабель, то есть, этот станок пошел на утиль, то есть, мы его не запускали в продажу, а именно я забрал себе его в утиль. Ну, как сказать, утиль, условно сказать, утиль, потому что этот станок пошел на эксперименты, эксперименты именно связанные на нем наработки, то есть, периодически они какие-то тесты там делают, запускают, отрабатывают, там, видели, что я им гравировал те же самые кольца недавно буквально, вот, и есть пример явный такого же станка от одного из наших тоже клиентов, договор сейчас не вспомню, по-моему, с Ярославль, человек занимается какими-то нам отливками, там, ну, интересных, там, разных изделий. Фишка основная в чем? Главная задача у человека в том, что делать на этом станке небольшие клише, ювелирные, скажем так, маленькие, и прикол был в том, что во время обучения, то есть, человеку я объяснил, что, как делать там клише, как делать гравировку, маркировку, то есть, как делать плавные, там, допустим, поверхностные гравировки на латуне, то есть, как создавать клише. Также, по-моему, человек купил у меня ролик по 3D-гравировке, то есть, алгоритм изготовления 3D на станках с ESCAD 2.0. Прикол весь в том, что где-то у меня было аудио записано, я, по-моему, что, ну, закинусь, вспомнить, где он лежит, то есть, купленный человеком станок принес ему, скажем так, ну, грязную прибыль за один год в районе 8 миллионов рублей, то есть, это фактически цифра, ну, это реальная цифра, там так и есть, вот. И фишка вся в том, что человек использует станок на одних и тех же режимах, то есть, в принципе, он его не насилует ни вправо, ни влево, там, не делает какие-то эксперименты, какие-то там тесты в дефокусе, там, гравировка, блядь, через крышку, допустим. Сейчас не хочу кого-то поприкнуть, там, либо, там, ну, ну, классно, что, ну, неправильно что-то делают параметрами, допустим, но это факт есть, то есть, если станок используется, опять же, в пределах технических на его нормативах, и не допускаются какие-то, ну, грубые ошибки с прожженными, там, линзами, там, либо с холодными пусками, то оборудование будет отрабатывать свое недовольники неплохо, и при наработке даже, там, ну, скажем, там, в 3-4 тысячи часов станочек может принести прибыли, ну, даже, даже грязные прибыли в порядка, там, от 5 до 8 миллионов рублей, и это нормальная цифра, опять же, в 10 раз выше, чем сама стоимость оборудования. Для примера приведу такую ситуацию с данным станочком, с данными клише, здесь будет наработка у него за один день, то есть, я сделаю 133 клише, ну, клише, блядь, жетон, блядь, клише, то есть, на этом станке будут на маленьком сделаны 133 жетона, пускай даже с минимальной доходностью, пускай там, в районе, там, 60 рублей за один жетон, то есть, мы получаем того 7800, 7800 минус амортизация станка, ну, чистыми где-то выйдет в районе около 5 тысяч рублей, то есть, мы теперь это все умножаем на 30 дней, пускай даже на 20 дней, получаем прибыли около 100 тысяч в месяц с одного вот этого маленького станочка, то есть, смотрите, 100 тысяч рублей в месяц при условии его наработки 10 часов в день, то есть, 200 часов мы получаем 100 тысяч, то есть, теперь мы умножаем эти 200 часов, хотя бы даже на 5 мы получаем 500 тысяч рублей, и того это будет 5 месяцев, то есть, в год он сможет нам принести в среднем, сколько, получается, миллион двести чистых денег, опять же, при его загруженности, 2000 часов, то есть, 2000 часов в год получаем миллион двести, ну, это цифры приблизительные, опять же, сейчас идет речь про жетончики, про поточный режим, именно про гравировку серийную, то есть, здесь не идет речь про индивидуалку, если идет речь про индивидуалку, естественно, загрузка у меня будет меньше, маржа будет больше, то есть, этот фактор надо тоже обязательно учитывать по станочкам, но, опять же, это 20-ти ваттный станок, я реально не знаю, сколько он сможет наработать часов, и в связи с тем, что этот оборудование у нас было не востребовано ни у кого, станочек я снимаю уже с продажи, и запускаю его именно на работу, то есть, на постоянную работу, хочу проверить, то есть, по наработкам часов, сколько он сможет отработать максимально времени, год это будет 2 года, 3 года, хрен его знает, но примерно количество часов я буду учитывать, его работы, и, в принципе, это все буду фиксировать, вот, на данном этапе, ну, порядка 40 часов у него наработки есть, и, скажем так, принесенной доходности с этого станка составило приблизительно, ну, в районе где-то 30 тысяч рублей приблизительно, потому что я не помню, где он там ножи, сабли, еще их что-то там маркировал, сейчас не помню, то есть, в принципе, оборудование потихонечку начинает окупаться, так вот, заблуждение с оборудованием, поломкой, доп, то есть, та же самая вытяжка, запыленность помещения, то есть, вытяжка нужна обязательно, то есть, здесь вытяжка стоит хорошая, сейчас у нас с хорошим протоком, есть также приточка, кстати, я собрал, говорит, вытяжку, да, там, то есть, доработка была вытяжки, имеется ли здесь приточка, да, приточка здесь имеется, вытяжка тянет довольно-таки неплохо, по кубатуре, могу сказать, приблизительно в районе 600-800 кубов в час, вот, точно цифру вам не скажу, поэтому, в целом, здесь проток неплохой. По приточке тоже все хорошо, фильтра на выходе с этой вытяжки я снял, там стоял фильтр какого-то хрена именно на выходе, но он забился буквально за один день после работы с клише, вот, и на приточке тоже фильтр поменял, на чистенький поставил, ну, вроде сейчас все нормально, супер работает. Идем теперь дальше, возможная поломка, возможный выход из строя станка, что дальше делать, ребят, но это самый херовый вариант, когда у вас оборудование выходит из строя. Есть такие у меня яркие примеры, где было наработки, там, 5 часов, допустим, у меня до сих пор снова попаляется, не знаю, вот, внизу там стоит, вот у этого станка стоит райкус 20Q, всего лишь 5 часов наработки времени данного оборудования. Ну, печально, очень печально, скорее всего, сломалось из-за неправильной частотного диапазона использования, то есть, станок идет не наш, я, как бушный, выкупил у людей, вот, думал восстановить, но пока времени на это нету, и, как бы, хрен положил на все это дело. Ну, задача была сделать станок под эксперименты, не более, то есть, продавать бушку я не занимаюсь бушками, единственное, что из бушек я могу максимум продать, это раз в год, только лишь свой станок, и то там по очень хорошей цене. Такое было раза три уже, по-моему, два в Белоруссию уехали, и один у нас уехал в Туапсе. Вот, поэтому бушки мы не торгуем, только лишь свое, и крайне-крайне редко, и то есть, очень сильно хорошо попросят. Так вот, что делать с ресурсностью, если станок действительно выходит из строя? Ну, первоначально это надо выяснить, вообще, причину выхода из строя оборудования. Часто это причина выхода из строя, запуск станка на холодную, то есть, вы, вот сейчас запустим, да, вот этот станок полностью выключен идет, запустить станок и тут же запустить на нем гравировку, ну, ближайшие там 20-30 секунд работать он не будет, пока не пригреются у него, соответственно, диоды накачки, вот, и, соответственно, он не запустится. Но это ничего хорошего не дает станку, потому что, скажем так, таких 100 пусков его можете с ног выкинуть, в принципе, на помойку сразу. Скорее всего, в 90% случаях выйдет из строя у вас в источник, который, в принципе, ну, практически ремонту будет не подлежать. Это сразу главный нюанс. Еще из нюансов, связанных выхода из строя станков, большая влажность, либо температурный режим, не соответствующий в помещении, из-за чего может сам источник часто запускаться, то есть, вентилятор на самом источнике и постоянно прокачиваться. Это второй из моментов. Температурный режим, допустим, был пример, когда человек отработал в помещении при минусовых температурах, то есть, это было в гараже, и тоже тем самым вышел станок из строя. Дальше скачки напряжения, повыше напряжение, статическое электричество на оборудовании, то есть, ну, факторов, на самом деле, дохренище влияющих на работу станка и выхода его из строя. Поэтому говорить о том, что вы покупаете станок, который будет там вечно и бесконечно, служить вашей вере и правде, там, верой и правдой, ну, это маловероятно. Поэтому при соблюдении каких-то определенных нормативов технических, допустим, не знаю, у меня вот лично за все время из строя вышел один станок, это OF-маркер, и тот, по моей глупости, потому что я не знал, как правильно на нем поставить параметры. И, как показала практика, у нас станок там, оказывается, работал на 100% мощности, 90 часов он отработал и сдох. Вот, та же самая, допустим, ситуация с этим станком. Частые мои ошибки приводили к его блокировке, то есть, именно по моей глупости, говорю сразу, то есть, не потому что станок хреновый, а именно по моей глупости, но в целом станок работает неплохо. Вот, то есть, к нему пока претензий никаких нет, уже тонечки отрабатывают, очень круто получается, очень все четко и детально. Здесь, скажем так, качество исполнения на нем на высшем уровне. Ну, опять же, МОПа это МОПа, то есть, и все детальки очень хорошо читаемые, очень круто все сделано. Ну, поэтому в этом плане мелкая детальность, мелкая гравировка, он, в принципе, себя неплохо показывает. Опять же, еще один из факторов по данному станочку, на нем будем делать заказы. Я уже раньше тоже показывал, это заказы, связанные с себя. Вот такие вот ключики мы делаем нашей компанией крупной, домофонной, вот, делаем ключики такие вот, под заказ маркируем. Скажу сразу, что именно на МОПе получается очень детально, очень круто, очень четко, очень там прям фен-шую. Опять же, мощность используется всего лишь в районе 10%, то есть, это исключение, ну, немного для него на самом деле. И по качеству исполнения очень круто, то есть, если рассматривать, допустим, серию LP-шки или серию МОПа, естественно, мы будем делать на МОПе. Я пока подумаю, конечно, как сделать так, чтобы подключиться к сервисному разъему, потому что он здесь есть, я к нему не подключался. Плата управления здесь стоит, ESC 2.0, версия Lite, то есть, урезана компактная версия самой платы управления. И вот этот сервисный разъем рассчитан для подключения поворотной оси, педалей, тех же самых, там, допустим, каких-нибудь конечников необходимых, для сигнальных, то есть, для управления станком. Ну, я пока смысла не видел к нему подключаться, в дальнейшем, может быть, конечно, подключусь, если будет там активная в этом потребность, либо желание. Ну, опять же, так я не использую здесь ни поворотку, ничего остального, поэтому нет смысла. Так вот, главное заблуждение в оборудовании, когда вы приобретаете, четко должно быть понимание, если становчик использовать в одних и тех же режимах, в правильных условиях, в правильном делать запуски, то есть, правильные делать гравировки, соблюдать фокусное расстояние, соблюдать перпендикулярность отношения сканаторной головы по отношению к рабочему полю, соблюдать режимы запуска, соблюдать тот же самый частот в помещении по поводу вытяжки, влажности, температурных режимах, старта станка, частотных диапазонов, мощностей, то есть, не лезть никогда там вверх, там, свыше 90%, опять же, допустим, при данном станке, при гравировке клише, я сейчас использую, опять же, температура, видно, что 26,6%, в помещении, с учетом вытяжки, влажности, все остальное, я здесь использую только лишь 80-85%, выше смысла лезть нету. Опять же, последний клише делал здесь на мощности 70%, времени было он полным-полно, поставил 160 слоев, и, в принципе, там, за 3 с хвостиком часа клише было сделано, людей все устроило, все супер, поэтому в большинстве случаев всегда, ребят, учитывайте, то, что окружающая среда, допустим, в данной ситуации, там, температура, там, ну, довольно-таки повышена с влажностью, нет смысла лезть на станке, там, блядь, куда-то вверх, там, 90-100%, быстрее торопиться куда-то, то есть, смысла в этом никакого абсолютно нету. Если какого-то не получаете качества, там, при какой-то гравировке, там, не знаю, там, ну, допустим, в данной жетончике я начал экспериментировать, качество меня здесь не устроило, не надо его насиловать, там, не знаю, не надо, там, на этом станке, там, выжимать с него последние соки, и говорить, там, блядь, нет, я все-таки это сделаю, я это угандошу, блядь, там, станок, но я, блядь, победю, как говорится, да, в итоге вы останетесь без оборудования, но это факт, это факт, который есть. Сейчас, допустим, тоже ребята занимаются определенным видом направления, допустим, там, того же самого, ну, к примеру, там, нержавейки, титаны, там, гравировки, вот, и я понимаю четко, что, допустим, работать на станке GPT-50LP, здесь ни к чему мне, допустим, использовать, там, при гравировке того же самого титана, 80, там, 90 процентов мощности, при том, что я буду делать проходов, там, минимум 40, то есть, при изготовлении каких-то определенных медальонов, шайб, там, не знаю, гравировки колец из титана, там, ну, скажем так, создание, там, не знаю, там, уникальных, там, изделий под заказ, я не жгу станок на максималках, чтобы сделать это быстрее, чтобы это сэкономить, там, по деньгам, нет, качество титана получается отвратительное, то есть, сама гравировка получается отвратительная, и, естественно, этот фактор надо тоже всегда учитывать. Вот, ролик немножко подзатянулся, я думаю, он будет полезен для большинства тех, кто уже приобрел и что-то делал не так со своими станками, со своими оборудованием, то есть, со своими, там, гравировками, я надеюсь, искренне верю людям, что вы будете все-таки долго и счастливо работать со своими станками, потому что для меня главное, чем у вас меньше ломается, тем, блядь, спокойнее все живут и меньше нервничают, вот, поэтому очень важно, чтобы вы соблюдали большинство нормативов и не ломали свои станочки. Из хороших, наверное, новостей, возможно, в дальнейшем я потом сравню, станки типа Sharp Laser и станки GPT, серии LP, и это неспроста, так сейчас озвучиваю, конечно, кинематика, там, сам сканатор очень сильно отличается, линзы, цены на эти линзы тоже там колоссально отличаются, то есть, очень много факторов на станке, они отличаются от GPT серии LP, но есть одна фишка, которая очень сильно близко схожа, на станках Sharp Laser, ну, по крайней мере, то, что я лично видел, очень схож источник, это со станками, вот, именно GPT серии LP, то есть, параметры самих источников, они очень близко схожи, и здесь возникает вопрос, кто у кого скопировал, американцы у китайцев, либо китайцы у американцев, хрен его знает, но кто-то у кого-то скопировал, и вот, в принципе, они практически идентичны, разница только лишь в цене, потому что тридцатка, допустим, та же самая LP, у нас стоит в районе 250 тысяч, у Sharp Laser стоит в районе миллиона, миллиона с хвостиком, поэтому цена очень сильно, конечно, колоссально отличается, вот, ну, по качеству гравировки, в принципе, где-то очень близки и очень схожи. Единственное, программное обеспечение, опять же, на Sharp Laser, оно по американским меркам крутое, по российским меркам, оно кривовато немножко для нас, и этот кларитм немножко непонятен, вот, ну, как-то так, ребят, как всегда, такой вот жирный лайкос от вас, сравнивать станки GPT серии LP с GPT-M8 сравнивать я не буду, потому что это глупая затея, здесь, ну, проще говоря, лучик, как маленькая тоненькая иголочка, ковыряет очень хорошо, очень качественно, LP-шка, это уже, ну, если сравнить их между собой, то похоже больше на ломик, который, в принципе, хорошо выгребает материал. Естественно, по неопытности, даже этот станок, он шокирует большинство людей, то есть своим качеством, ну, по детальности, конечно, МОПа в некоторых планах выручает. Пойду дегравировываю дальше жетончики, вам, как всегда, хорошего дня настроения всем, как говорится, побольше вам всем бабла, ребят, заработка, чтобы у вас подольше работали станки, я только лишь за, потому что мне неинтересны эти сервисные ремонты, восстановление, блять, смотреть, диагностировать, честно, лезть в старые станки, в бушку, это делать шаг назад. Очень важно для меня, чтобы вы работали, блять, долго и счастливо, чтобы станки, блять, отработали как можно больше. Чем больше вы зарабатываете, тем я больше от вас слышу благодарности, от вас больше получаю доната какого-то определенного, то есть канал от этого больше процветает, больше положительных отзывов, мне это больше все нравится, вот, поэтому мой интерес на прямую, чтобы вы работали как можно дольше, как можно больше, как можно счастливо. Из новостей, наверное, Сейчас это будет актуально, у меня при переезде, то есть я переехал сейчас в новую мастерскую, цену озвучивать смысла нету, потому что мастерской забирал человека уже с очень хорошим ремонтом, и у человека была ситуация, он уезжал на Кипр, по-моему, поэтому он уже продавал, просто лишь бы продать. Так вот, при переезде я нашел макулатуру под журналы, под ЕСКАД, сразу говорю, журнальчики продавать я не буду, скорее всего я их раздам к новой партии расходных материалов, станков, то есть это жетоны, там те же самые, станки кто будет брать, то есть пораздаю туда и их позасовываю. Количество небольшой, там штук где-то их, наверное, 18-20, я там смог наклепать, пружинки закончились, вот, ну, в принципе, поэтому как-то так. Все, ребят, всем хорошего настроения, всем пока-пока, как всегда, ставим такой огромный джинный лайк, и пойду я доделывать свои задачи и доделать свои задания.